Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Смерть герцога Эдинбургского Филиппа оставила пустоту в жизни его супруги королевы Великобритании Елизаветы II, заявил в воскресенье 11 апреля сын королевской четы герцог Йоркский Эндрю, после посещения воскресной службы в королевской часовне всех святых в Большом Виндзорском парке. «Мы потеряли дедушку нации. Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Она сказала, что уход из жизни принца Филиппа оставил огромную пустоту в ее жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку», – приводит его слова Sky News. Младший сын Елизаветы II и принца Филиппа граф Уэссекс Кей Эдвард в свою очередь рассказал, что королевская семья была тронута реакцией по всему миру на смерть герцога Эдинбургского. «Как бы мы ни пытались подготовить себя к чему-то подобному, это все равно стало ужасным потрясением. Мы по-прежнему не можем свыкнуться с этим очень печальным фактом. Однако я должен сказать, что мы получили невероятные сообщения от людей по всему миру о том, как много он значил для них. Мы высоко ценим такую реакцию», – сказал он. Днем ранее стало известно, что похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля. Похороны пройдут в скромном масштабе из-за пандемии коронавируса. Однако все пожелания принца Филиппа, озвученные при жизни, будут учтены. Публичного доступа к похоронам не будет, однако увидеть службу желающие смогут по телевидению. На церемонии будут присутствовать супруга покойного королева Елизавета II, а также дети и внуки. Ожидается, что внук принца Филиппа, принц Гарри, приедет на церемонию прощения из США. Его беременная супруга Меган Маркл воздержится от поездки в связи с рекомендациями медиков. С пятницы, с момента объявления о смерти мужа Елизаветы II в стране, начался национальный траур, который продлится до окончания похорон. Королевская семья будет сохранять траур в течение двух недель. В это время родные покойного будут носить черные траурные повязки и выполнять соответствующие обязательства. Отметим, что 99-летний принц Филипп Герцог Эдинбургский последние несколько дней до смерти провел рядом со своей женой. Рассказал таблоид Daily Mail со ссылкой на информацию биографа королевской семьи Ричарда Кея. Большую часть этого времени он спал в своей опочивальне с видом на восточную террасу Виндзорского замка. Эту комнату от спальни королевы отделяет лишь гардеробная, поэтому Елизавета II находилась все время возле супруга. Последний раз она появилась на публике в конце марта, когда посетила мемориал ВВС комиссии по военным захоронениям Содружества, чтобы присутствовать на службе по случаю столетия королевских ВВС Австралии. После этого не оставляла мужа ни на минуту. Он больше не был решительным человеком действия, посвятившим свою жизнь и ее поддержке, теперь она могла отплатить ему. Отметил Кей. Продолжение следует.